Возвращается на работу после скандала. Инспектор по охране окружающей среды Артур Микита на протяжении двух лет обвинял экоинспекцию северо-западного региона Черного моря в коррупции. В свою очередь в его адрес поступали аналогичные упреки. В марте Артура Микита уволили. А уже на днях Одесский операционный административный суд постановил вернуть мужчину на занимаемую должность. О служебном споре в следующем сюжете. Артур Микита приехал в экоинспекцию. В марте его из этой структуры уволили. Он тогда обвинял руководство в коррупционных схемах. В экоинспекцию увольнение сотрудника объясняют так. Кретинная жалоба, открытое письмо, предприниматели, проведение служебного расследования, невыполнение служебных обязанностей с признаками коррупции. Теперь же Одесский апелляционный административный суд постановил вернуть Артура Микиту на занимаемую должность. Приехал, чтобы выполнить решение суда. Говорит, это борьба, в которую он хочет дойти до конца. Чтобы человека принять на работу, либо восстановить, нужно заявление и документы, аргументированные, почему это происходит. В итоге заявление принимают. Артур Микита по-прежнему не согласен с принципами работы экоинспекции. По его мнению, документы, публикуемые экологами, расходятся с тезисами законодательства и создают лазейки для взяток. Рассказывают, что мониторинг загрязнения акватории и моря проводится с нарушениями. В информационную систему портового сообщества не внесены данные экологической службы. Она не выведена в специальный модуль, который предназначен для экологов. То есть у нас нет изображения. И в документах нет электронного взаимодействия между службами. Артур Микита также подчеркивает, что инспекторы поставлены в условия, в которых просто невозможно проводить радиационный контроль. Как человеку, вот такому физическому, как я, осуществить радиационный контроль склада с металлоломом, который является примерно собой четырехэтажное здание и в диаметре примерно метров двести. То есть как это физический человек, и я за это должен нести какую-то потом персональную ответственность, за то, что я расписался. И таких рапортов обращений у меня десятки. Человек физически не может это оформить. То есть для этого существуют автоматические рамки, но, как оказалось, по трактовке руководства эти рамки нельзя использовать. Вчера официальный представитель в суде заявил. Одесский апелляционно-административный суд вынес также решение вернуть Артуру Миките более 17 тысяч гривен. Сумму заработной платы за время его вынужденного прогула. В свою очередь, в экоинспекции пока намерены продолжать судиться со своим подчиненным. Мария Сапкалова, Алексей Барановский, 7 канал.